В 2019 году, в первом полугодии, мы проведем общественное слушание по правилам перевозки. Мы уже их проводили в 2018 году, было ряд предложений, и поэтому мы должны их учесть и еще раз провести общественное слушание. Сейчас по итогам конкурса, который был проведен в 2018 году, рассматривается проект инвестиционного договора. Этот проект также будет размещен на официальном сайте города. И сейчас, на прошлой неделе у нас было рабочее совещание по поводу инвестиционного договора. Еще раз хочу сказать, что мы максимально открыто будем проводить эти процедуры. Как мы и говорили, все материалы направлены в том числе в антимонопольный комитет, во все депутатские комиссии. Мы создали даже специальный email для того, чтобы получать какие-то замечания. Мы планируем в первом полугодии уже на сессии рассматривать инвестиционный договор. И также в первом полугодии запланирован визит экспертов Европейского банка реконструкции и развития, для того, чтобы по условиям контракта с ЕБРР они должны рассмотреть условия инвестиционного договора. Поэтому у нас будет три блока. Это общественные слушания по правилам перевозки, проект инвестиционного договора и согласование с ЕБРР. Проект делится на две части. Первая – это реализация, адаптация этой системы в транспорте Одесса-Город-Затранс, это трамвай, троллейбусы. Второй этап – это оборудование в маршрутках. Дело в том, что мы еще планируем в 2019 году закончить, мы уже практически закончили GPS-навигацию. Мы поэтому хотим в 2019 году, скажем так, в том числе откорректировать маршрутную сеть. Даст Бог, если у нас работает проект «Север-Юг», о котором мы говорим, то это очередной этап по реорганизации маршрута сети. И, скорее всего, ряд маршрутов, в том числе маршрутов, будет заплачено. Технологически она уже готова, если не секрет, по моей информации сейчас просто технические документы находятся в Киеве на согласовании, именно сами работы по вводу в эксплуатацию, но технический перешег, трамвай, вы знаете, он сегодня функционирует. Мы рассчитываем, что это будет все-таки в первом полугодии 2019 года. Мне сложно комментировать действия сегодня как по HGBI-2, то есть это не от нас зависит. С точки зрения технологии, работы, логистики мы готовы. Я хочу сказать, что такого рода серьезная работа для нас не является, ну и для вас, открытием. Мы делали большую работу по пятой фонтану и в том числе не работали тогда, вы знаете, трамвай. Мы тогда нашли компромиссы, обеспечивали подвоз людей транспортом по другим маршрутам. То есть я к чему все веду. Когда у нас уже будет понимание объема работы, естественно, мы это, во-первых, будем делать на этапах, как примерно тоже пятая фонтана, то есть будет, скорее всего, частичное перекрытие рядов. Более точные сроки мы будем, наверное, определять из того, какие объемы нужно будет первоочередные делать подрядчику на первом этапе, и какие первоочередные работы будут на втором этапе. Ну, как бы, и соответственно, конечно, мы будем корректировать маршрутную сеть, в том числе мы будем, наверное, думать об изменении рядом маршрутов для того, чтобы люди смогли комфортно добраться по подвесам.